Перекрестись во имя Отца. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ну давай, с 11 главы читай. И когда окончил Иисус наставление, двенадцати ученикам своим перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал ему Иисус в ответ, «Найдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают и хромые ходят, Прокаженные очищаются и глухие слышат, Мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен кто не соблазнится о мне. Когда же они пошли? Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трос ли ветром колебли мою? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды, Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских? Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, Ибо он тот, о котором написано, Сия посылая ангела моего пред лицом твоим, Который приготовил путь твой перед тобою. Истинно говорю вам, Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, Но меньший в Царстве Небесном больше Его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесной силой берется, И употребляющие усилия восхищают Его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна, И если хотите принять, он есть, или я, Которому должно прийти, Кто имеет уши, слышит, да слышит, Но кому уподобляю рот сей, Он подобен детям, которые сидят на улице, И обращаясь к моим товарищам, Говорят, Мы играли вам, насверели, И вы не плясали, Мы пели вам печальные песни, И вы не рыдали, Ибо пришел Иоанн, Не ест, не пьет, и говорят, В нем бес. Пришел Сын Человеческий, Ест и пьет, и говорят, Вот человек, который любит есть И пить вино, Друг мытарям и грешникам, И оправдана премудрость Чадом и ее. Тогда начал он колять города, В которых наиболее явно было сил его, За то, что они не покаялись. Горе тебе, Харазин, Горе тебе, Висфанда, Ибо если бы в Тире и Сидоне Явлены были силы, явленные в вас, То давно бы они Во вретящие пепли покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону, Отраднее будет в день суда, Нежели вам. И ты, Капернаум, До неба вознесшийся, До ада не звергнешься, Ибо если бы В Содоме Явлены были силы, Явленные в тебе, То он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, Что земле Содомская отраднее Будет в день суда, Нежели тебе. В то время, Продолжая речь, Иисус сказал, Славлю тебя, Отче, Господи, Небо и земли, Что ты утаил сие От мудрых и разумных, И открыл то Младенцам. Ей, Отче, Ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне, Отцом моим, И никто не знает сына, Кроме отца, И отца не знает никто, Кроме сына, И кому сын хочет открыть. Придите ко мне, Все труждающиеся, И обремененные, И я успокою вас. Возьмите иго моё на себя, И научитесь от меня, Ибо я кроток, И смирен сердцем, И найдете покой душам вашим, Ибо иго моё благо, И время моё легко. Все, Слава Христу. Хорошо у тебя получилось. Ну, читаю, Хорошо, А до сознания Не доходит. Ну, Не доходит? Ну, чтобы осознать, Я так медленно и читаю. Ну, сейчас вот, Что ты прочитал, Что-нибудь отложилось в памяти? Да, я говорю, В одно ухо влетело, В другое вылетело. Птицы небесные склевали. Причу о сеятеле слышал? Читал? Ну, Можешь пересказать. Вышел сеятель, Сеять семя. Одно упало при дороге, Другое на каменистую почву, Птицы поклевали. Вот, Когда человек слышит, Читает слово Божие, И в одно ухо влетает, Другое вылетает, Как ты говоришь, Это вот, Птицы склевали. Бесы. Ты, Когда читаешь, Наверное, В чем-то другом думаешь, Не можешь ничего запомнить. О чем сейчас читали? Ну, Я тебе говорю, В одно ухо влетело, В другое вылетело. Ну, Хоть что-то-то осталось? Или все-все вылетело, До последнего слова? Первый сентон. Памяти нету вообще. Вообще, Не можешь ничего вспомнить. Ну, Давай. Такое состояние, Я в Библию, Не помню, Когда я ее брал. Я ее и утерял, Не знаю даже, Где она есть. То ли у сестры, То ли. И сестры сродные. Сладенью, Берем, Пащенко, Искали, Не могли найти. Ну, Пришли, О чем сейчас вы читали? О, Анжел, Услышав темнице, О делах Христов, Посла двоих учеников своих, Сказать ему, Ты ли тот, Который должен прийти Или ожидать нам другого? Что им, Христос, В ответ сказал, Ученикам, Иоанновым? Хромые, Сказала, Пойдите, Скажите, Иоаннов, Что слышите, Видите, Слепые, Прозревают, Хромые, Что делают? Ну, Памяти нету, Я говорю, Ну, Христос, Ну, Давай, Вспоминай, Когда, Вот, До крещения, До крещения, Была у меня память, Ну, Я занимался, Плотно, Плотно, Чем занимался? Ну, Слово Божие, А после крещения, Почему перестал? Ну, После крещения, Как-то, Расслабление пошло, А ты знаешь, Какой грех, На память влияет, Ухудшает память, Какой грех? Блуд, 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 Да, Было у тебя такое, После крещения? Да, Да, Было, Было, Да, Вот у тебя память-то и Отшибло, А ты исповедовался, В этом грехе, Каялся? Ну, В крещении, Я говорю, После крещения, После крещения не было, Да? Да, Я пытался, Но что-то не получилось, Сблудить пытался? Да, Исповедовался, Хотел покаяться, И не получилось, Почему не получилось? Не пошел? Надо у Акима спросить, Он даже помнит, Я что-то не помню, Он даже помнит, Я что-то не помню, И часы, Библию, Даже не знаю, Утерял Библию, Не знаю, Где она, Ну, А что-нибудь из Библии, Вообще, В памяти осталось? Ну, А что останется, Если я не занимался, Я говорю, До крещения, Вот плотно занимался, Но если плотно, Когда-то чем-то человек занимался, Он должен хоть что-то вспомнить, Ну, А потом все, Расслабление пошло, И все, Понятно, И память отшибло, Все, Какие книги в Библии, Ты помнишь, Читал? И скольки книг, Состоит Библия, Помнишь? Первая книга Библии, Как называется? Бытие, О чем там говорится? О сотворении, Сотворении, Да, Вначале, Сотворил Бог, Небо и Землю, Земля же была, Безвидна и пуста, И Дух Божий, Носился над водой, Ведьма над бездной, Помнишь? Или тоже не помнишь? Ну, Помнить-то помню, Помнишь? Я не могу пересказать, И вот сейчас, Что главу прочитал, И тут же, Тут же забыл, Да? Ну, Я говорю, Помнить-то помню, А пересказать, Не могу, Не можешь, Да? Ну, Да у меня было, Я говорю, У меня было, А если вот я вот тебе дам? Я учился, В училище, Сотрясение мозга у меня было, Но ты училище тоже не закончил? Ну, в пьяном состоянии, Машину, Ездили в клуб, Ну, Все пьяные, И шофер тоже, В пьяном состоянии, Уже возвращались, Возвращались из клуба, Ну, На повороте, Он, Это, Сильно гнал, В общем, Машина три раза, Перевернулась, На колеса встала, Это понятно, Ладно, Скажи, У меня, Не было, Ни дыхания, Ничего, А ты можешь, На дыхание делали, А ты вот смотри, Вот давай, С головой, Я пролежал, Понятно, Вот смотри, Ты вот прочитал хорошо, С выражением, Даже, Знаки припинания, Правильный вопрос, Ну, Я говорю, В одно ухо влетает, В другое вылетает, Давай попробуем, Полечить твою болезнь, Давай, Вот смотри, Ты вот одиннадцатую главу, Уже читал, Вот, Сейчас вот это предложение, Прочитай, Вот, И старайся запоминать, А потом, Я тебе скажу, Попробуй своими словами, Скажи, Что ты прочитал, Давай, Читай, И когда, И когда окончил, Иисус наставление, Двенадцати ученикам своим, Перешел оттуда учить, И проповедовать, В городах их, Все, Ну-ка, Вот сейчас, Что ты прочитал, Скажи, Что запомнил, Так, Понятно, Давай еще раз, Давай еще читай, И когда окончил, И когда окончил, Иисус наставление, Двенадцати ученикам своим, Перешел оттуда учить, Проповедовать, В городах их, Давай, И когда Иисус, И когда Иисус, Иисус окончил наставление, Ученикам своим, Перешел проповедовать, В городах их, Вот, Замечательно, Уже что-то осталось, Давай второй стих, Так это надо заниматься, Ну вот мы и занимаемся, Иоанн же, Иоанн же, Услышав, В темнице, О делах христовых, Послал двоих, Из учеников своих, Сказать ему, Ты ли тот, Который должен прийти, Или ожидать нам другого, Так, Ну-ка, Давай, Что запомним, Ага, Открывай, Еще раз читай, Читай и запоминай, Читай сейчас, Вот этот второй стих, И потом расскажешь, Ты со второго раза, То запоминаешь, Чья нормальная память, Можно восстанавливать, Иоанн же, Услышав в темнице, О делах христовых, Послал двоих, Из учеников своих, Сказать ему, Ты ли тот, Который должен прийти, Или ожидать нам другого, Все, Закрывай, Все запомнил, Иоанн же, Услышав о делах их, Послал учеников своих, Из темницы, Что ли, Спросить Иисуса, О чем они ученики спрашивали, Спросить Иисуса, Ты ли должен тот, Который должен прийти к нам, Или нам ожидать, Иного, Да, Правильно, А Иоанн, Это кто такой был, Иоанн? Иоанн, Пророк, Да, Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, Он еще называется, Брат Господень, На полгода его старше, Мать его, Иллисавета была, Помнишь? Помнишь, Ну вот, Сейчас мы с тобой освежим, Все, Давай четвертый стих, Ну и что им Иисус сказал в ответ, Давай узнаем, И сказал им Иисус в ответ, Пойдите, Скажите Иоанну, Что шли, Слышите и видите, Слепые прозревают, И хромые ходят, Прокаженные очищаются, И глухие слышат, Мертвые воскресают, И нищие благовествуют, Так, все, Ну-ка, Давай, Теперь сам, Они вопрос задали, Христу, Ты ли тот, Или ожидать нам другого, И Он им ответ дает, И сказал им Иисус, Что видите, Прокаженные очищаются, Слепые видят, Хромые ходят, Мертвые восстают, То есть, Что он, И Христос ему намекает, На что, Что да, Я действительно тот, Смотрите, Дела мои, Вот, Ну-ка, Давай дальше, Не устал еще? Молодец, Тебя благовествует, Шестой стих, И блажен, И блажен, Кто не соблазнится о мне, Ну вот, Все, Стой, Что значит, И блажен, Кто не соблазнится о мне, Какой смысл? Блажен тот, Кто не соблазнится о мне, Это значит, Блажен тот, Кто верит, В то, Что я действительно тот, Обещанный пророк Мессия, Вот, Евреи, Они его не принимают, Они ждут другого Мессии, Машиаха, Антихрист придет, Они его приняли, Христос пришел, Они его не узнали, Христос говорит, Пришел своим, И свои не приняли меня, Такие чудеса творил, Мертвых воскрешал, И они в него не уверовали, Как в Бога, Понял, Смысл, Что значит, Эти слова, Ну-ка, Давай, Дальше, Что тут у нас, Седьмой, Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу, Об Иоанне, Что смотреть ходили вы, В пустыню, Трость ли ветром колебли мою, Так, Ну-ка, Давай, Теперь уже Иисус к народу обращается, Он уже про Иоанна говорит, Что он им говорит, Ну, Давай еще раз, Не осталось ничего у тебя в голове, Когда же они пошли, А кто пошел, Кто, Ученики, Ученики Иоанновы, А они к Иисусу пришли, Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне, Что смотреть ходили вы в пустыню, Трость ли ветром колебли мою, Иисус начал говорить народу об Иоанне, Что смотреть ходили вы в пустыне, В пустыне, Трость ли ветром колебли мою, А какой смысл? Смысл? Ну, Трость ветром колебли мою, Она ветер подолала, Она в одну сторону, Ветер в другую сторону подолала, Она в другую сторону, А Иоанн нет, Он тверд был в своих убеждениях, Понимаешь? Иоанн, Иоанн Претеча, Он приготовил сердца людей, Принять Господа, Приготовил сердца их к покаянию, Сначала ученики Иоанновы, Вот, смотри, Иоанн же услышал в темнице, О делах Христовых, Послал из учеников своих, То есть, Ученики Иоанновы, Ученики были у Иоанна Крестителя, И он, Иоанн Креститель, Посылает ко Христу, Идите спросите, Так что, Иоанн не знал, что ли, Что Христос есть пророк? Да, конечно, знал, Ну, тот пророк, Имеется ввиду Мессия, Он хотел убедить учеников своих, Чтобы они сами убедились, Уверовали, Вот, Они спрашивают, О чем его спрашивают? Ты ли тот, Который должен прийти? Тот, видишь, с большой буквы, То есть, Мессия, Обещанный в Ветхом Завете, Или ожидать нам другого? Что Христос ему отвечает? Ты перечислял уже, Какой он ответом дает? Хромые? Хромые ходят, Прокоженные очищаются, Слепые видят, Мертвые оживают, Вот, То есть, ученики поняли, Что да, Он им открыто-то не сказал, Да, я тот пророк, Он сказал, Ну, смотрите по делам, То есть, Чего вы такие вопросы задаете? Неужели я не тот? Конечно, тот, Он прямо так не сказал, Но намек им дал, И дальше говорит, Блажен, Кто не соблазнится о мне? То есть, Блажен, Тот, Счастлив, Тот, Кто уверует, Что я действительно тот пророк, Которого В Ветхом Завете Обещан был народу израильскому, Которому Бог обещал, И иной восстанет из вас, Народа моего, И вот, слушайте, Как меня, Вот такое было пророчество, Ну, давай дальше, Ну, вот, понял, Что же смотреть ходили вы, Человека ли одетого в мягкие одежды, Дальше он, То есть, Он и, Христос уже об Иоанне говорит, То есть, Они уже в Иоанне начали сомневаться, Иоанн-то наносил, Кожьи милоти, Бедно одевался, Вот как ты вот сейчас, То есть, Пророк был такой, Одежда вся, В заплатах была у него, Кожьи милоти, Давай, С девятого, Что же смотреть ходили вы, Пророка, Да, Говорю вам, И больше пророка, То есть, Это уже кто, О ком говорит? Это уже Христос говорит ученикам, Народу вернее уже, Народу уже, Уже говорит об Иоанне Крестителе, Как он его называет, Пророком, Да не простым пророком, А больше пророк, Да, А почему он больше? Ну, Читай дальше, Ибо он тот, О котором написано, Се я посылаю, Не се я, А се, Запятая, Се, Это приставка такая, Я даже не знаю, Как она переводится, Но можно ее до внимания не брать, Я, Не се я, А се, Я, Се я, Посылаю ангела моего, Пред лицом твоим, Который приготовит путь твой, Пред тобою, Вот, Это в книге Малахия 3.1, Посылаю ангела моего, То есть, Кого? То есть, Бог говорит, В Ветхом Завете, Посылаю ангела моего, Пред лицом твоим, Ангела моего, Это вот Иоанна Крестителя, Пред лицом твоим, Пред лицом Иисуса Христа, Который приготовит путь твой, Пред тобою, То есть, Путь Христа, Пред тобой, То есть, Перед тобою, Приготовит народ, Так же, Как перед пришествием Антихриста, Будет уже пророк, готовит сердца людей к принятию антихриста, обольщать их разными чудеса, там будет творить огонь с неба, сводить там ереси всякие, заблуждения также Иоанн приготовлял сердца людей к принятию Христа как Бога понял? теперь смысл читай дальше истинно говорю вам из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя но меньше и в Царстве Небесном больше его ну-ка, закрой можешь повторить сейчас истинно говорю вам Иоанн Креститель больше всех рожденных женами ибо в Царстве Небесном он не меньший из всех но меньше в Царстве Небесном больше его но меньше в Царстве Небесном больше его да, то есть он пророк-то пророк великий, но он как раз Иоанн Креститель был стоял между Ветхим Заветом и Новым Заветом то есть Царство Небесное еще не наступило Царство Христа еще не наступило поэтому он и так говорит что меньше в Царстве Небесном больше его понял смысл Царство Христа наступило когда? знаешь? после распятия Христа правильно да что он на кресте кого он сокрушил? смертью Сатану смертью смерть попрал правильно считай дальше двенадцать двенадцать да от дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное Силой берется и употребляющие усилия восхищают его ну-ка давай от дней же Иоанна Крестителя Царство Небесное Силой берется и употребляющие усилия и употребляющие усилия ну еще раз прочитай восхищают его восхищают слово восхищают понятно? прочитай еще раз давай посвечу от дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное Силой берется и вот употребляющие усилия восхищают его ну давай сам от дней же Иоанна Крестителя Царство Небесное Силой берется и употребляющие усилия восхищают его ну повторил теперь как ты понимаешь смысл что значит Силой берется ну с большим трудом большим трудом трудиться нужно чтобы чтобы что чтобы Царство Небесное получить правильно а ты говоришь а я это расслабился употребляющие усилия написано получит Царство Небесное а тот кто усилия не будет употреблять тот никакого Царства Небесного и не получит а какие усилия нужно употреблять зачищаться от греха очищаться от греха от плотской жизни плотской жизни а как очищаться усиленно 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 над Словом Божиим над Словом Божиим вот недавно был праздник крещения вот в ледяную опь люди ныряли тоже усилия нужно принимать и они верят что окунуться раз в год и все грехи смоются нет они думают что в крещенской воде грехи смываются это плотское представление а как на самом деле на самом деле это все ересь ну а истина в чем ну истина как грехи смываются как очиститься от грехов вот у тебя грех ты не соблюдаешь посты православные это нарушение канонов церкви церковь заповедовала среду пятницу мясо молоко не есть вот ты этот грех несешь себе память у тебя отшибла из-за этого может быть господь тебе наказал ты вот читаешь даже повторить не можешь в одно ухо влетает в другое вылетает тебе бог у меня сотрясение было тебе бог в 2016 в 2016 году сотрясение мозга было большое ну я знаю человека брата нашего парализованный уже много лет лежит но это другое однако память у него прекрасная я говорю у меня сотрясение мозга еще было в 2016 и у меня было сотрясение мозга и не одно и что дальше и что теперь ну у меня ну хорошо Вась ладно такое сотрясение подожди 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 ну было что было в 2016 Вась кто в прошлое помянет сотрясение мозга это я слышал уже если не крещенская вода грехи омывает то как от них очиститься как не крещенская вода ну ты говоришь мы сейчас что прочитали то что царство небесная силой берется какие усилия нужно прилагать ты говоришь нужно священное писание читать а я тебе говорю а вот некоторые считают что достаточно раз в год окунуться в проруби в крещенской воде и все грехи смоются ты говоришь нет это ересь это неправда а я тебе плоткое представление это плотское представление а я тебя спрашиваю если то плотское то духовное как грехи смываются чем духовное то есть как неправильно ты знаешь а как правильно расскажи стремиться уподобляться Христу в чем брать с него пример в чем да в чистоте его жизни помыслу как от грехов очиститься кто нам грехи прощает 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 Иисус Христос Иисус Христос а когда прощает когда мы стремимся к нему словом и делом но человек один человек убил другого человека и говорит Господи прости прощает ему Бог не прощает смертный грех смертный грех и что делать теперь грех не прощен он в ад пойдет тогда уверовать в Бога в Иисуса Христа но он веровал но он уверовал на кресте разбойник покаялся покаялся значит нужно покаяние во первых о грехе покаяться но он покаялся он сказал Господи прости он покаялся я больше так не буду грех прощенный или нет ты говоришь нет не прощенный я тебя спрошу почему что еще необходимо он не поверил что Бог на самом деле существует да но он и знал что Бог существует но однако вот так случилось убил человека и кается и молится Господи прости душа у него не на месте он знает что это грех что это он плохо совершил однако ты говоришь что не прощаются грехи то есть категория людей которые верят что грехи смываются в крещении в купеле в Иордане раз в год пришел омылся и опять можно грешить потом через год раз опять пришел убил аборты сделал пролюбодействовал воровал опять главное каждый год ходить оккупация опять так это плоткое это плотское я говорю а как духовное представление как ну верует он верит он верит и бесы веруют и трепещут и вера у него есть что Бог существует что нужно сделать чтобы Бог простил его ну избавиться от плоткой жизни но он избавился он перестал убивать мы сейчас конкретно грех убийства давай возьмем он убил человека сказал господи прости больше он никого не убил он в ад попадет или в рай Бог простит его ну если не уверуют искренне в Иисуса Христа ну верует он верует в Христа как в Бога однако грех совершил возмездие за грех смерть ты это читал Римлянам 6 23 все он должен умереть он грех совершил он пойдет в ад он верит во Христа покаялся в грехе все и вот он умер устает на суд пустит его Господь в рай или не пустит ты говоришь что нет он его не простит я тебя спрашиваю почему какое таинство в церкви есть где грехи прощаются которым мы говорили что ты хотел вроде покаяться в том что пост не соблюдаешь однако вот что-то не получилось у тебя батюшка батюшка надо у батюшки спросить ты даже не помнишь каялся ты в этом грехе или не каялся покаяние это не просто что ты назвал этот грех на исповеди а покаяние состоит в том что ты перестал это делать если ты нарушал пост ты должен перестать нарушать пост и твердо в себе держать то не так что у меня там и сотрясение мозга сотрясение желудка туберкулез язва желтуха понос золотуха теперь можно начать жрать от пуза в постные дни но не так же это ты же согласен с этим поэтому в церкви существует таинство которые сектанты иеретики как их ты правильно называешь плотские люди отвергли христос сказал кому простите грехи тому простятся на ком оставите на том останутся то есть власть прощать грехи данная богом он передал человеком богоизбранным людям священникам те священники апостолы те апостолы передали другим апостолам и так до наших дней когда на исповеди мы грехи исповедуем свои смертные или не смертные батюшка говорит на исповеди на таинстве властью данную мне от бога прощаются тебе грехи я всего лишь свидетель не батюшка прощает а властью данную мне от бога прощает как грехи бог он творец наш но бог так заповедовал что должен был быть человек свидетель если этот человек священник простит то простятся а если не простит то не простятся понял так вот если бы этот убийца сделав такой смертный грех пришел бы на исповедь и с твердым намерением никогда больше этот грех не совершать покаялся бы сказал этот грех на исповеди и батюшка бы ему бы сказал властью данной мне от бога прощается тебе этот грех иди и впредь не греши и если он больше никого не убьет то за этот грех его господь не осудит этот грех омыт кровью христа он верит что господь на кресте вместо него умер за этот грех заместительная жертва вспоминаешь теперь библию вот это самое важное ну давай закончим на этом наверное сегодня поблагодарим бога слава тебе боже слава тебе спасибо 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 Продолжение следует...